Ну что, други, Новый год закончен, а мандарины остались, так не беда, с хрумкой. Всем привет! Начинаем последнюю доставочку, наконец-то-таки, рождественского ивента на Tracker's MP. Ну и чтобы вы услышали, как я буду потреблять эти бедные мандарины, я предложу вам идиота в прямом смысле. Рассердился-то он, рассердился, да может и стоило, отвечал Рогожин. Но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, чете именее читает, со старухами сидит, и что Сенька брат порешит так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с. Оно, правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмм-то к тетке и приди. Она там тридцатый год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка, не Монашенка, а еще пуще того. Телеграмма-то она испужалась, да не распечатывая, в части представила. Так она там и залегла до сих пор. Только Конев Василь Васильевич выручил, все отписал. С покрова парчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые, золотые, обрезал. Они, дескать, его на каких денег стоят? Да ведь он заодно это в Сибирь пойти может, если я захочу. Потому оно есть святотатство. Эй ты, пугалогороховая, обратился он к чиновнику. Как по закону, святотатство? Святотатство, святотатство, тотчас же поддакнул чиновник. За это в Сибирь, в Сибирь, в Сибирь, тотчас в Сибирь. Они все думают, что я еще болен, продолжал Рай. Ну ладно уж, так я чуть-чуть просвистить вас решил. Потому что русская классика, она всегда будет оставаться самой лучшей. Ну ладно. Но все-таки ему дарин не даем. Так, последний рейс у нас сегодня, видите, 14 из 15. Сделано. Так, надо сначала запуститься. Мало-мальски. Чаек уже на готове. Эх, все же не хватает второго монитора. Ну ничего, я думаю, что в скором времени мы это дело поправить сможем. Так, один я, одинешенек. В этих краях вообще мало народу, как я понял. На краю Балтики. Ну что, давайте смотреть последний рейсик. Так, я там только что был. Был неплохой у нас рейс в сторону Питера. Сегодня его уже, наверное, нету, да? Таллин есть. Там это мало. И все. Может, обновимся? Стокгольм, Таллинг, Клайпеда. Ай-яй-яй, ничего нету у нас в сторону. А был, был. Жалко, вчера был. Севильево, Лидолит. Ну это уж, ребята, вы загнули, конечно. Так далеко я не готов сегодня уехать. Из Валмейера мы приехали. Не, ну тут уже нету у них. В первых двух слотах бывают. Градцы. Поздно. Калининград. Вот дай Питер-то, а! Или дай хотя бы вот Нарву, Сосновый Бор. Не, не же это, не жлобись. Дай город, где еще нет подарков. Ну, ребята, тяжело-то как, а? Слушай, неужели я не найду? Ну дай что-нибудь-то. Ну не жлобись-то, а? Походу нет. Все одно и то же он дает. И это очень меня не радует. Скажу я вам. Так, и рядом ничего у нас нет, да? Валмейра. Что ж ты прицепился к этой Вальмире? Я вчера только оттуда приехал. Йоккарный бабай. Там, конечно, и так говорилось. Его никто не повторит. Ну, в принципе. Не, на полячку я не поеду. На шведку тоже. Че, в Таллинт смотаться придется, да? Походу, да, выбор. К сожалению, невелик. Так что поедем уже в города, где подарки были развезены в полном объеме. К сожалению, ребята. Я думал, может быть, из этих что-нибудь у нас будет. Но нет. Что-то не получается у нас сегодня. Так, Алинкопинг. Луган. Нет, не будет. Походу, сегодня этого не будет. Вчера был рейс неплохой. На Питер. Но сегодня его уже нет. Ладушки, ладушки. Хорошо. Берем тогда Таллинт и поехали. Приятной поездки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но как-нибудь в одиночке это всё сделаю, без записи, потому что я люблю слушать книги, потому что я не такой большой любитель почитать, разве что только журнал «Грузовик. Прась». Кстати говоря, сколько у меня сейчас получается, за декабрь ещё мне так и не прислали, а журналы с июля я полностью не прочитал, так что у меня впереди много интересного, много интересных историй с журналом «Грузовик. Пресс» за 2022 год. А вообще я начал покупать эти журналы аж в 2008-м, и практически с того времени у меня за каждый год есть по 10 журналов точно. Какое-то время я даже делал сканы, выкладывал их в общий доступ, а потом сканер мой канулулету, с телефона фоткать как-то не очень интересно и получается плохо. Качественного света не хватает, поэтому есть специальный рукав, когда удобно делать фотки с телефона, подсветка идёт такая хорошая. Но всё равно это не так, со сканером, конечно, не сравнится. Сканер делает намного круче, чище, чётче, намного картинка приятнее. Так что, сейчас съедьте. Будем посмотреть, что-нибудь со сканером придумаем. Мы продолжим делать сканер. Там кто-то сзади есть, да? Нет. Это просто показалось. В канале Никола. Ну ничего, один подарочник, так же, как и я, завершил. Я всегда растягиваю эти рождественские доставки, хотя вообще была идея завершить их на ТС. Чуть не задели клумбу. В принципе, не так, что много, что есть 165 километров. Так, а по этой дороге я уже ездил, да? А, вчера. Может, вчера по ней приехала. Я надеялся, что я всё-таки поеду сегодня в сторону Пскова, но пока не судьба. Поедем назад. Что делать-то? Кто-то, кстати, сзади идёт. Вроде бы. Вроде бы. Побыстрее. Побыстрее. Потому что в обычном Кангу и так не завершишь. Придётся ехать с трафиком не больше 74. Мы уже там поправим, всё-таки катаемся. А здесь можно немножко притопить, где-то и под нарушить правила. Кстати, сегодня увидел я новости с разработки карты Великой Степи. Отправлено, всё до этого не видел, хотя видео было уже, если мне не изменяет память, десятидневной давности. Ну, что я хочу сказать, мне, честно говоря, непонятно, почему они затеяли такую тупую игру в закрывании своего сайта. Лично мне это непонятно, не знаю. Может кто-то понимает, я, например, никогда не понимал эти трижки. Причём тут игра и всё остальное. Надо как-то разбираться в этом игре, я не знаю. И смысл в том, что они берут объекты, как я понял, с некоторых, ну, может я ошибаюсь, с некоторых карт, где разработчиками являются наши ребята, и почему-то закрывают нам доступ. Мне это крайне непонятно. Может быть я не прав, может быть они их оттуда не берут, но то, что я увидел, мне так вот где-то, где-то так показалось, что и вот эти все модельки для этой карты, они некоторые, не все, конечно, некоторые, да. Они были взяты. Кириллица, пожалуйста, та же самая Кириллица. Там пишут всякие там борды, знаки. Ну, это же как-то, наверное, не так надо делать, не знаю. По-моему, лично мне это непонятно. Мы, конечно, скачаем всю эту игру. Того буду их и посмотрим. Никуда мы от этого не денемся. Ну, ребят, закрывать сайт с форума, где у вас очень большая армия поклонников из России, это как-то, мне кажется, глупо, по меньшей мере. Никого судить не буду, это дело их. Ну, что есть, то есть. Так что, в общем, показали немного, но, в принципе, мне понравилось то, как выполнено предыдущую карту Казахстана я тоже катал. Конечно, в некоторых местах были там большие баги. Ну и в целом, как-то пустовато карта вывезла. Скучновато. Я, конечно, сам никогда не ездил в те края. Может быть, там, действительно, так у него все выведет, как это вывезло на карте Великой Степи, а то не отправился. Так, так, ты что тут спать хочешь хочешь? Ооо. Ну ладно, мы тут сейчас место найдем. Она была, кстати говоря. Ну ладно, что, найдем. Так, тогда впереди летите. Ох, еще один запоздалый подарочек. Не знаю, откуда такая привычка будить встречным. Видимо, из игры «18 стальных колес» пуль дорог. Как она называется? «Headle to the metal» Там они гудели. Хм. Все машинки встречные, которые появлялись, они гудели. И ранняя игра выходила «Across Toa» из Америка. Там тоже встречные владелы гудели. Да, хорошая была тема. Встречать своих наемных водителей на дороге. Покажи. До уровня АТС и ЕТС. Да, это не подтянули. Сейчас меня штрафует камера. Давайте перекурим мост. Поиск нового маршрута. Приготовьтесь к повороту направо. Да, я понял. Поверните направо. Приятно. Ладно, поболтали и хватит. Так что посмотрим, что будет дальше. С этим всем помрачением непонятным. А то один лятно мы пошли все, друг за дружкой. Мне кажется, это неправильно. Если кому-то что-то не нравится, то он должен, наверное, начать прятать нос в чужие зады. И не говорит, что я тоже там, нахожусь на той стороне. Короче, ладно. Не для прессы, скажем так. Так, первый, кто попался, они с подарками. Какой-то ковш, по ходу, повес. Приготовьтесь к повороту налево. Так что сегодня в планах исключительно доставочка последняя до Рождецевского и Вирту. Едем в торты. Суперка. Суперка. Продолжение следует... 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 Так что вот такое коротенькое видео по теме МП, тракер с МП. Там, чтобы была движуха, надо где-то кататься по центру карты. Там, конечно, игроков побольше. Вообще, сегодня на серваке много, больше трех тысяч. Но по краям карты их крайне мало. Если двигаться туда, к центру, их, конечно, будет побольше. Ну, соответственно, и почему я беру эти рейсы по краям? Потому что просто хочу завершить этот ивент. И сами знаете, попади на какого-нибудь там адекватного шумахера. Да, и просто может банально пропасть рейс и пропасть время. И поэтому... В покое не так. Довести все, выгрузиться. Кстати, кто-то опять появился. А, в горизонте... Ну, что ты делаешь? Ах ты! И кто-то вон сколько появился. Самое обидное, когда уже почти приехал, и что-то происходит. На кольце... Самое то, что я не люблю. Пять завоза какие-то поехали. Пять завоза. Ну, а мы в Талине. Точнее, уже в его окрестности. На кольце второй съезд. Четко нам усиленно там руководить, куда ехать. Потому что я даже и свой профилек подрубил. Со своим словами всего канала. В ЛМП-шке я не так часто. На тривентах стараюсь выполнять быть исключительно на ММП или в конвойах. Но в конвойах, что-то народу в последнее время туда, куда я хотел, получается попадать. Вот еще и поварочный канал. Вот, а самому делать канву, и особо тоже никто не лезет в него. Там, видите, какое название у малого? Канвикадзе. Наверное, много он говорит. Да мне это как-то, знаешь... Ё-моё, да что ж такое? Надо настроить. Немножечко тут надо поднастроить с рулем. Должен поворачиваться. Должен поворачиваться. Держите с правильной. Затем съезд справа. Там мы поедем. Вот уже, кстати, бывают. Съезд справа. Не знаю, что это название. Приготовьтесь к повороту. Какое хрестонское. Поверните налево. Я хотел, начинал я делать эти доставки на американском профиле. ВТС-ке. Ну, пришлось закончить Европой. Так, что там у нас получается? Какая база? Приготовьтесь к повороту направо. Поверните налево. Вот, наши люди появились. Кто-то из Краснодара у нас. Приготовьтесь к повороту направо. Пишка, привет тебе. У меня так микрофон подурачено настроен на подвеске. Поверните направо. Ну и все, друзья мои. Вы прибыли. Такая вот небольшая видеозарисовочка была. Сейчас я вам торжественно продемонстрировал окончание ивента. И все. Так, знаете, я не буду тут крутиться. Я просто вот так сделаю. Чик. Чик. Пятнадцати с пятнадцати. Вот так вот. Так что в стиме мы это все дело сейчас погасим. И все. Так что, друзья. Спасибо, кто смотрел это небольшое видео. Небольшими новостями и своими мыслями с вами поделился. Все. Всем пока. Всем удачи. Давайте, чтобы в этом году было, по крайней мере, не хуже, чем кто. Пока. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok